Расписание работы полиции Нью-Йорка на дни рождественских и новогодних праздников будет скорректировано. В свете теракта в Берлине, по традиции, в конце декабря в город Большого Яблока приезжает до миллиона туристов. Как безопасность гостей и жителей Нью-Йорка собираются обеспечивать стражи порядка? Выяснил его коллега Валерий Кипелов. Он на прямой связи со студией. Валерий, вам слово. Приветствую, Тихон. Сейчас в Нью-Йорке полиция, включая и вооруженных до зубов бойцов контртуристических отделов, на улицах больше, чем обычно. Причина – повышенные меры безопасности в связи с событиями в Анкаре и Берлине. Дополнительные наряды силовиков еще со вчерашнего вечера можно видеть в большинстве городских парков возле Рокфеллер-центра, где находится главная елка Большого Яблока, на станциях метро крупных транспортных узлов, на Тайм-сквер, на площади Колумбус-Серкл, возле всемирно известного универмага Мэйсис на Геральт-сквер и, конечно, на территории рождественских ярмарок. В частности, вот здесь, в Юнион-сквере, где сейчас мы находимся в нескольких минутах от РТВА. Мы вывели на улицы полицейских с длинноствольным оружием, команды подразделения «Геркулес» и команды быстрого реагирования. В полиции отмечают, что внимательно следят за ситуацией в Берлине, где террорист, накануне въехавший на скорости на грузовике в толпу людей, все еще находится на свободе, вероятно, вооружен и очень опасен. Примечательно, что в Нью-Йорке, пережившем 11 сентября, люди, с одной стороны, живут с постоянным осознанием возможной опасности террористических атак, но, с другой стороны, ни паники, ни опустевших улиц, ни страха в глазах. Ничего этого нет. Жизнь течет в привычном декабрьском предрождественском русле. В нынешние времена даже не знаю, полезно ли выводить столько полицейских на улице. Так много неадекватных людей. Но все же, думаю, пусть лучше они там будут. Думаю, да, полиция – это неплохо. В таких местах это вселяет чувство безопасности. Вообще-то смешанные чувства. Непонятно, начинать нервничать по этому поводу или же наоборот, ощущать защищенность. Я отмечу, Тихон, что при всех предпринимаемых мерах безопасности в полиции города заверяют, что каких-либо конкретных данных о возможных готовящихся атаках ни на сам мегаполис, ни на граничащие с ним два штата, Нью-Джерси и Коннектикут, нет. Все меры исключительно превентивные и, скорее, нацелены на создание атмосферы или ощущения безопасности в эти предпраздничные дни. Тихон. Спасибо. Мой коллега Валерий Кипелов о том, что в Нью-Йорке, как и в других мировых столицах, после трагедии в Германии усилены меры безопасности.